Открытая студия «Федерал Пресс» продолжает свою работу в международной промышленной выставке «Инопром». В эти дни работаем в Екатеринбурге, говорим об устойчивом развитии и стратегиях обновлений. В нашей студии генеральный директор Каменск-Уральского энкологического завода Михаил Юрьевич Нинюков. Добрый день. Добрый день. Какие свои задачи в этом году решаете на «Инопроме», какие новые форматы работы, может быть, для себя открыли? Комс стоял со стендом в прошлом году, и мы протестировали лиды, которые собрались с выставки. Я скажу честно, не был удовлетворен качеством или даже затратами, которые мы осуществляли. В этом году мы перпендикулярно поменяли подход, стали партнерами, получили количество допусков людей до работы на выставке. И суть или отличие этой работы нашей на выставке в «Инопроме», что мы называем ее активными продажами. И то, что сейчас очень нужно к Кунзу, после известных событий, мы прямо на 180 градусов развернулся маркетинг наших продаж. Мы потеряли одну часть, мы развернулись в другую сторону. Мы сейчас очень неплохо идем по результатам этого года, но это кропотливая, тяжелая работа нашего маркетинга, наших коммерсантов и технических служб. Мы перевернули продукты, вообще в линейки даже. Наверное, мало того, что география до 180 градусов изменилась, но и работа с плавами или с направлением, с отраслями промышленности, она кардинально поменялась. И мы здесь на выставке для таких активных продаж и поиска новых регионов, потому что наши традиционные сильные направления продаж, это Европа и Северная Америка, все закрыто. Это были премиальные рынки для Кумза. 50% экспорта уходило всей продукции до известных событий на экспорт в эти страны. На сегодняшний день это полный банк по той причине, что даже эти страны, традиционно развивающие, мы как металлурги, сразу скажу в комментариях, видим очень качественно, насколько двигаются, развиваются тельные отрасли промышленности. Идет за потреблением металла, просто видно, как растет или падает тельная промышленность. Вот удивительно то, что наши партнеры зарубежные стали фактически заказывать у меня ту продукту, которая является взаимного значения, и этого интереса до сих пор не было. И это точно попадает под ограничение СТЭК, и нам просто не дают лицензии, и, наверное, правильно, что не дают лицензии, то есть это говорит о том, что в этом смысле и наши партнеры переходят в некотором смысле на военные рельсы. Если развивать дальше гражданский рынок, то нам очень интересна тема с Латинской Америкой, всей Госточной Азией и Африкой. И вот работа нашего менеджмента завода, это работа в первую очередь с торг-предами. Мы назначили себе 8 встреч, оказалось, это уже не 8, а чуть ли не 18 встреч, то есть мы фактически пытаемся охватить все торг-предов. Вчерашняя коммуникация с торг-предом в Индонезии для меня лично были новые, совершенно удивительные вещи, такие как возможности наших продаж, нашего предприятия в Индонезии в области легкого авиастроения, это наша клиентура, речное судостроение, судоремонт. Курс интересен тем, что мы знаем всю номенклатуру продаж судоремонтных стали российских сплавов, российского производства, то, что применяется в России. Но самое главное, что мы обладаем экспертизой в области условий поставок под международные требования. Это очень большое отличие из нас выделяет, никто в стране не имеет таких возможностей, мы просто были заточены и сертифицированы под это. И в этой части мы не хотим иметь, как сказать, утрачивать свои преимущества и попытаемся, например, в ту же Индонезию зайти с широкой номенклатурой от российских известных широко применимых в России, они неплохие сплавы, до условий поставок, которые относятся к зарубежным западным сплавам, которые не применяются в России. Все это можно делать в Кумс, поэтому это нас в этом смысле выделяет. Ну и говорю открытие для нас, это вроде казалось, что мы делали исследования, маркетинг, мы все знаем про весь мир, оказалось, не мы все знаем и про нас не все знают. Это вот важное открытие этого года. Ну, точка роста, фактически. Это точка роста, и самое главное, дорогу осилит идущий. Я думаю, что мы сами куем то, что необходимо для развития нашего предприятия, чтобы быть конкурентоспособными, нам нужно поработать с Русалом в части ценообразования, на входящие первичные алюминия. Русал продает нам алюминий по цене с европейской премии. Мы этот вопрос поднимаем сейчас на уровне ФАС, обсуждаем с ним промоторгом. Я считаю, это несправедливо. И мы не точно не будем конкурентоспособны по широкой номенклатуре нашей продукции, если не получим стоимость металла, по которой Русал торгует в Юго-Восточной Азии. То есть в России это премиальный рынок для них. То есть мы все-таки экспортно-ориентированная компания. Мы очень ждем, когда страна начнет развивать авиастроение, потому что мы заточены в первую очередь под авиастроение. Авиастроение развивается активными темпами, но наши мощности значительно превосходят потребности страны. Поэтому нам крайне важно смотреть и видеть, как мы можем позиционироваться, какие у нас сильные и слабые стороны в самых конкурентных рынках Юго-Восточной Азии. По большому счету такая проверочка на прочность случилась? Абсолютно точно. И вот я повторюсь, что, наверное, всей команде требуется совершенно большее количество усилий делали для того, чтобы быть на плаву и продать себя, и найти новую нишу. То есть она у нас точно есть, потому что у нас заделы прям были мощные технологические. И на нас к этому предыдущая обстановка сталкивала, развивала. Самые важные квалификации были, например, Боингом сделаны, это был знак качества в мире. Потеряв и отозвав наши сертификаты, мы сталкиваемся с вопросом, а кто мы есть теперь, и какая у нас продукция, и какие продукты мы продаем, какие сертификаты мы даем защищать, с какими клиентами мы будем сталкиваться. То есть множество-множество факторов, которые нас перестраивают. Я думаю, что это удивительное время развития. И, наверное, будут развиваться те, которые перестроят всю работу, как это говорится на 180 градусов. Будут развиваться те, кто смелый. Поверно. Спасибо. В нашей студии был генеральный директор Каминскуральского металлургического завода Михаил Юрьевич Нинюков.